Добрый день, уважаемые трейдеры и оставшиеся на этом свете инвесторы, меня зовут Андрей, сегодня 14 февраля среда, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании ИнстаФорекс, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, сегодня весь мир отмечает день влюбленных, естественно, Форекс, поздравляю с этим праздником, желаю всем добра и бабла. А мы перейдем к анализу новостей, которые у нас, друзья мои, выходили вчера, вчера у нас была инфляция и аналитики опять на косе порили, по себе знаю, опять прогнозы вышли гораздо выше, чем ожидались. Бакс укрепился и наша торговая идея по евро-доллару вчера зашла в самую тютельку, надеюсь, вы участвовали и мы об этом с вами поговорим. Сегодня в Китае продолжает праздноваться китайский Новый год, больше интересных новостей, но кроме как инфляция по фунту, нас сегодня может интересовать, ну кроме запасов нефти, да, инфляция по рублю, которая вообще никому не интересна, особенно мне. В четверг, четверг будет у нас завтра и завтра в Штанстриц, как обычно, кучка интересных новостей по баксу, поэтому сегодня, по большому счету, ничего такого занимательного, кроме запасов нефти в не очень уже Соединенных Штатах Америки будет всех интересовать. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графике, поехали. Итак, дорогие друзья, перед вами мета-трейдер номер 4, кстати, кто торговал на третьем, обязательно напишите, и котировки золота, которые так и пробили наклонную трейдерную линию, о которой я говорил много дней подряд. Это старый древний форексный паттерн, если цена подходит к какому-то уровню несколько раз, ну, как правило, больше трех, жди пробоя, пробой, собственно, не застался ждать. Что интересно, что пробой произошел не на самой новости, а все-таки немножко раньше, и это немного спутало карты пробойщиков, но у нас не было здесь торгового сигнала ни на покупку, ни на продажу, поэтому просто констатируем факт. Так, я, кстати, так и не перенес фигурки на терминал, вот, все забываю это сделать. Обратите внимание, что сегодня тонкие золотые пин-бары тыкнулись в лонговый сломчик, и это может привести к хорошей коррекции, коррекции, да, вот таким образом. Ну, я сюда не стал, не стал, не стал ставить бабусики на четвертом таймфрейме, дождался бы каких-то сломов интересных внизу. Сейчас, естественно, все, кто шортит, будут стопиться за хай сегодняшнего дня, я думаю, их с удовольствием вынесут, и бог им судья. Нет пока ничего интересного в этом инструменте, да, все охреневают, вот, инфляция, которая вчера вышла, но что бывает, что поделать. Пара евро-доллар, сейчас буду хвалиться и нахваливать свой торговый метод. Вот вчера я говорил присмотреться, присмотреться к шортам от шортового слома, который произошел 12 февраля на европейской сессии, и этот шортовый слом вчера удержался. Те, кто от него продавался стопом в 150 пунктов, вчера могли поиметь 350 по первой цели, и это была прям ловушечка, я ее четко прочитал. И вторая, это 662 пунктика могли прилипнуть к вашему трехдолларовому брокерскому счету. Ну вот, инструмент продолжает снижаться, меня это не радует, не пугает, в этой зоне меня ничего не интересует. Если вы случайно вчера продали и забыли нажать кнопочку «Клазе ордер», то вы можете это сделать сейчас и возрадоваться прибыли, которую вы здесь можете увидеть. Что касается новых торговых возможностей по, так, где у нас шаблончики, по этому инструменту. Вы знаете, дорогие друзья, чем я отличаюсь от других аналитиков и тридунишек? Тем, что закрытие одной позиции у меня не означает открытие другой, и это очень большая разница между вот этими двумя группами людей. И я не практикую вот эту свинг-торговлю, так называемую, постоянные перевороты из buy of sell. Почему? Потому что я, друзья мои, к вашему большому удивлению, большую часть времени не понимаю, куда пойдет рынок. И что самое смешное, не хочу об этом ничего знать. Я понимаю всего лишь очень небольшие части движений, в которые мы заходим и которые порой отрабатываются с хорошим соотношением. По большому счету все. Если эти сигналы появляются, вы получаете интересную торговую идею, такую, как, например, вчера по евро. Если этого сигнала нет, то хоть хотите, хоть вы не хотите, то в рынок заходить нет. Перекосы вероятности для нашей стратегии. Что здесь сейчас интересно? Интересно то, что еврик влетел в старый древний форексный лонговый слом от ноября прошлого года. Да, он отсюда может скорректоситься. Я хочу сказать, что вот эти старые древние сломы, лучше на них деньги не ставить. Потому что здесь у вас будут большие стоп-лоссы и, собственно, глупо опираться на покупателей в ноября месяца при формировании позиций в феврале следующего года. Поэтому те, кто чертит вот такие веселые картинки, они могут отработать, я не спорю. Но мне кажется, это не больше, чем начертательная геометрия, по которой в институте у меня была пятерка. И до сих пор мои каракули висят на стене этого учебного заведения. Что хочется сказать еще по паре евро-доллар, по которой я считаю себя большим специалистом в этой комнате. Хочу сказать, что те, кто очень хочет сейчас купить, вы, друзья мои, не правы. Потому что, да, с одной стороны, еврик дает хорошие ценники. Но напоминаю, что это не цена один там непонятно с чем. Это котировка, это отношение одной валюты к другой. То есть это ничто деленное на ничто. Поэтому, говорит, что еврик стоит дешево, поэтому я буду покупать. Но, друзья мои, посмотрите график падения инструмента в августе-сентябре прошлого года. Он постоянно стоил дешево. Если бы покупали на каждом перелову и считали это дешево, вы бы остались, друзья мои, без штанов в зиму. А без штанов в зиму остаться не самое лучшее занятие. Поэтому, если хотите хороших сигналов, их нужно дождаться. Поэтому их сейчас нет. Если вы понизите таймфрейм, то увидите отвесное падение. То есть, что происходит? Почему сейчас идет движение вниз? Потому что европейские тридунята, которые вчера не попали на новости в США, потому что они просто ушли домой. Ну, я имею в виду банковские трейдеры. Они сейчас получают новые вводные по поводу того, что инфляция увеличилась. И ни один здравомыслящий аналитик, который будет давать рекомендации трейдерам, а это нормально в бизнесе между этими двумя группами людей, не будет рекомендовать им работать на ослабление американского доллара против вчерашних новостей. Поэтому, естественно, все сейчас нашарчивают, то есть, работают на укрепление бакса. Скупают, грубо говоря, баксы, вот и все. И поэтому пара евро-доллар падает. И это не говорит о том, что нужно также продавать. Хотя именно сегодня на европейской сессии такая была возможность. Те, кто торгуют сломы, особенно на добой, то можете видеть, что вчерашний слом при стопе за него порядка, ну пусть даже 140 пунктов. Сегодня дал вот в эту площадку, ну тоже 130, а на данный момент 137 пунктов по никому непонятному пятому знаку. Поэтому будьте внимательны, будьте внимательны и посматривайте такие сетапы. Сломов фланговых нет, покупать некуда. Есть площадочка, есть хай-американская сессия после новостей, есть европейская сессия. Да, это все может быть выбито, но только через слом, который может произойти, а может и нет. Поэтому, если вы очень хотите купить, а вы очень хотите купить, потому что рынок падает, и психологию трейдунизма никто не переборет, ждите хороший лонговый слом в эту сторону. К примеру, мы еще какое-то время попадаем, дадим хороший лонговый слом, перенесем так называемый приор, либо лонговый слом на свое место, и в случае отката вы можете в этой точке, которую мы назовем, обзовем ТВХ, так как я пишу обычно свои рекламные проспекты, в этой точке вы можете со стопом примерно в 200 попытаться поиметь 220, либо 300. И если все сложится в вашу пользу, то вы будете иметь примерно полтора к одному. Если нет, то рынок будет иметь у вас с соотношением один к одному. Вот и все. Вот таким образом нужно считать, собственно, в рынке свое, да, и забирать с рынка то, что вы знаете, с каким риском вы туда пришли. В принципе, вот то, что я хочу увидеть для лонгов, а для шартов, друзья мои, уже поезд немножко ушел, потому что тест шартового слома вчерашнего дня находился здесь. Вы меня спросите, почему я такое большое количество времени в каждом разборе уделяя паре евро-доллар? И мы переходим к следующему инструменту. Поясню. На самом деле, потому что евро-доллар, на мой сугубо некомпетентный взгляд, самый техничный инструмент в мире метатрейдера. Итак, австралийский доллар. Австралийский доллар вчера упал и выбил мои лонговые позиции по безубытку, но те, кто вчера был в трейдинг-чате у меня, те получили сигнал о закрытии части лонговых позиций прямо перед новостями. Я иногда даю такие радости, и они могли закрыть пятихаточку со стопом в 100, то есть 5 к 1, ну как минимум часть позиций, и перед тем, как они слетели в ноль. Ну, я имею в виду по безубытку, потому что это была очень мощная натяжка перед новостью, и я видел, что происходило по паре евро-доллар, и также ребята из закрытого чата получили вчера сигнал в шорты именно от этого слома, и вчера очень быстро заработали денег. Я никого не тащу в закрытый чат, потому что не хочу там видеть бардак. Переходим по этому инструменту. У нас какая история? Напоминаю, что у нас очень хорошие цели наверху, инструмент может вырасти, все это very well, да, но череда мощных новостей по баксу, а я вчера очень много запустил звуковых волн по этому поводу, потому что у нас ведь не только инфляция вышла сильная, у нас вышли еще и нонфармы сильные, и я говорил о том, что корреляция двух этих новостей в зеленую зону дадут мощные тенденции на укрепление баксов. Поэтому я знаю ребят, которые там тупо наваливают сейчас на австралийце последние коровы, понимая, что есть хорошие цели, и то, что он стоит дешево, и надо покупать, потому что Шевченко там что-то говорил, что он вырастет, и что есть там 6 тысяч пунктов прибыли наверх, или уже там 4-5, и так далее. Потенциал, друзья мои, есть, слома нет. Мы аккуратно, очень технично подбирали этот инструмент уже два раза на лоях. Первый раз это было здесь, это было здесь, и в этой зоне даже при стопе примерно в 130 рынок нам давал пятихаточку, это, друзья мои, 4 к 1. Дальше остатки позиций были выбиты, и мы снова набирали лонги от этого лонгового слома, и здесь при стопе в 100 пунктов, ну, меньше 100, рынок давал даже на переха, опять пятихаточку, опять 5 к 1, и опять эти позиции были выбиты в 0. У нас опять идет движение вниз, но у нас нет первых целей, у нас есть очень легенький лонговый слом в этой зоне. Если вы очень хотите купить австралийца, а я вас понимаю, то вы должны опираться исключительно на лонговые сломы, которые будут появляться. Да, вас будет периодически осапливать и так далее, но если вы верите в какие-то большие цели, то, допустим, при стопе там в 100-150 пунктов, вы можете зацепиться и в 4000, и в 5000. Вероятность взять такое движение небольшая совсем, но это на самом деле повысит вашу трейдерскую уверенность, веру в себя и в меня тоже. Так, переходим к доллар-канадцу, друзья мои. Доллар-канадец также получил пару лонговых импульсов, сейчас скатывается на зеркальный уровень, я знаю, сейчас, наверное, многие будут покупать, стоп охрененно большой. Есть цели, двойная вершина по декабрю месяцу, я здесь покупать не хочу. Где бы я купил этот инструмент, друзья мои, который я не очень люблю, я бы его купил в этой зоне. Вы скажете, что сумасшедшие, правильно сделайте, но, друзья мои, я хочу хорошие цены, а если цены меня не устраивают, я переключаю на следующий инструмент. И мы видим пару фунт-доллар, по которой сегодня вышли. Не очень новость, он опять упал. Инструментик этот, да, валится самого-самого-самого. Дня, ну, вышли не очень хорошие новости по нему, что поделать. По этому инструменту у нас, друзья мои, идет падение. У нас есть уровень, который называется примерно 1.25, недобитая лаяк, к ним был подход. Я говорил, что была инициатива, был откат, присматриваясь к шорты. Те, которые растягивали расширение покойного Антонио Фибоначчи, видели, да, что был полтинник. Я не люблю торговать полтинники, потому что это глупо, ну, не то, что глупо, это, ну, грубо, как бы, это, я такое не люблю. Я хотел увидеть хороших откатов, ну, хотя бы на этот слом, либо хотя бы на вот этот слом, но, видите, сегодняшние хреновые новости закинули инструмент вниз. Естественно, внизу есть неплохие цели, это ловый 5 февраля, и вот этот минимум 1.25, по-моему, да. Мы сюда придем, вот, поэтому поискивайте, поискивайте сигналы на шорты, какие-то шортовые сломы, ну, примерно вот такого плана, если будут давать. То есть, если вы хотите продавать, вы должны ждать хороших цен. Хорошие цены, на мой сугубо некомпетентный взгляд, вчера были здесь, их не оттестировали, ну, потому что это фунт, он такой типочек. Вот, не дошел он сюда, и не дошел сюда, кстати, тоже, вот, поэтому я его по сломам не очень люблю трепать. Единственное, что я вижу, то, что вот эти уровни, они не добиты, и я думаю, что они будут добиты. По фунту вышли хреновые новости, по баксу вчера, если хорошие новости, частные от дроби, этой дроби, будет иметь понижательное значение, и логично, что инструмент дойдет как минимум до ближайших стопов покупателей, если вы понимаете половину слов, о которых я говорю, поставьте лайк под этим видео. Доллар-иена продолжает отрабатывать вот этот шикарнейший пин-бар на недельках, и впереди у нас, друзья мои, 152. Я бы очень посмотрел, что будет делать Банк Японии снова за уровнем 152, и это было бы прикольно, прикольно. Будет он осаживать, либо нет. На этом можно заработать денег, но с непонятными рисками. Так, друзья мои, дальше у нас герой нефтяного асфальта, это инструмент под названием нефть марки WTI. Ну, не марки, да, тикер, тип WTI, а североамериканская нефть. И те, кто покупал этот инструмент от 72, имеют уже гигантский профит, но как пела София Ротару, только этого мало. Я всегда думал, что только это какой-то синяк, в которого была влюблена София Ротару, и она пела, что мало только. Так вот, если вы зацепились в ланги, то ваш выход должен быть на котировочке почти 80 долларов за баррель. Кстати, кто знает, что такое баррель, напишите. И осталось, друзья мои, совсем немного. Два бачка, два бачка, эти два бачка могут щелкнуть сегодня на запасах нефти в США. Если нет, то запасы приведут к коррекции, и через корректосик, это потом все улетит в 80-ку, где дрожат продавцы, которые сюда поставили стопы. А какие это могут быть продавцы? Это могут быть продавцы, друзья мои, которые шортят жижу еще начиная с ноября месяца вот в этой зоне. Ну, понятно, кто-то там держит, кто-то переносит, кого-то там выносит и так далее. Но вся вот эта биомасса, она стопится за вот этот уровень, и здесь будет прострел, и все скажут, а о, это же хуситы, муситы, там воины, шмойны, там и так далее. Друзья мои, я в эту всю ерунду не верю, я верю только в сломы, надеюсь, что в них верите и вы. Биткоин, невероятный, тузимун, все попробовал, запал тосик, все красиво, не дали нам зайти, поэтому я чисто вот посматриваю, сокрушаюсь, и переходим к доллару-рублю, который потыкивает, потыкивает 90 с лишним. Вот укрепление бакса здесь тоже инструменту зашло в лонговую кассу, но мне бы хотелось увидеть все-таки захват вот этой ликвидности, и дальше уже удар вот в эту площадку. Так, что касается индекса бакса, индекс бакса продолжил свой лонговый тузимун, нету здесь каких-то интересных сейчас сетапов под сломы, просто нету и все. Как бы для продаж, но опять же, все это через евро-доллар уже тестено-перететено, нам бы нужно было бы шортовый импульс, откат и дальше вниз, то есть точка входа должна быть здесь, но новости расторговались через верх, это идет продолжение лонговой тенденции, поэтому никаких шортов пока здесь нет. А индексы, естественно, все попадали после вчерашнего неожиданного укрепления бакса, просто народ тупо начал скупать бакса, а не вкладываться в бумаги индекса, поэтому мы здесь ничего пока интересного не видим, но движение не такое уж прям супер мощнейшее, да, движение было вниз, но пока никаких сломов, особенно местные площадки уже были побриты, поэтому у нас здесь ничего интересного у нас здесь нет. Так, переходим к газу, дорогие друзья, газ падает, падает, и я тоже его поднабираю, поднабираю, хорошие ценнички, 1.67, я знаю, что народ сейчас кряхтит, потому что закатили сюда много денег, вот, ну, точнее, не много денег, а частые шаги, большие объемы, я вас понимаю, те, кто газом не торговал, особенно, если вы хотите пощупать инструмент за котировки и не знаете, хватит ли вашего 3 долларов депозита с ним бороться, то вот, то просто киньте один самый маленький ордер, допустим, 1 сотая лота, киньте, и не через телефон, а через компьютер, прям киньте в компьютер, и оттяните при торговле в один клик, стоп-лосс, ну, и хотя бы, не знаю, там на 1 доллар, к примеру, и посмотрите, сколько вам это 1 сотая лота будет стоить при рисках, допустим, за 1 бакс, и дальше прикиньте, хватит ли вам денежек высидеть такое развитие событий, если да, то вы дальше либо увеличиваете объем, эту сделку можете удалить, допустим, сказать, 1 сотая, что там, не знаю, там 100 долларов убытка, это не для меня, да, и кидайте, допустим, 1 десятую лоту, тогда у вас на баксе уже будет, к примеру, там 1000 долларов возможного убытка, но и, возможно, 1000 долларов прибыли, поэтому, если не торгуете, не торговали никогда инструменты и хотите попробовать, кидайте пробные ордеры, оттягивайте стопы, потом этот, лишние эти сделки поудаляете, вот, и выставите тот объем, который нужен, это гораздо проще, чем сидеть на кулькуляторах или счетах, даже высчитывать, сколько вам это будет стоить, вы по-любому на кассе порите, поэтому я за лонги по газу можно поднабирать, да, до экспирации не так уж и сильно, как бы, далеко, но если, опять же, ценнички будут внизу, можно будет перезайти и дальше весь месяц держать классный инструмент по шоколадным ценам. Переходим к инструментам кроссовым с доллар-франка, дальше мы рассматриваем с кроссы, доллар-франк, доллар-франк знатно вырос, если, кстати, так будет грубить с лонгами, я думаю, что можно его трепануть будет за, вот, летними хаями, потому что к тому времени он уже прошагает десяточку, друзья мои, десяточку, а этот инструмент короткоходный, соответственно, у нас появился диапазон, на краях которого мы будем раскидывать сетки лимитных покупок или продаж малыми объемами. Канадец, канадец-франк, и то, что канадец, друзья мои, улетает и впереди есть площадка, это говорит о том, что бакс еще будет укрепляться, канадский доллар очень здорово связан с американским, они идут прям ноздрям-ноздрю, поэтому ждем ноздрю повыше, не трогаем этот инструмент, пока. Канадец-франк, и то есть иена в зоне продаж, те, кто не набирал шорты, присмотритесь, везде, где есть иена, при доходе доллар-иены выше там 152, банк Японии что-нибудь может крякнуть, и здесь эта площадка может здорово сработать, шаг не менее тысячи, инструмент очень залетный, франк-ен, та же самая история, потихонечку клонится, я надеюсь, как минимум к трендовой вернется, и здесь можно оттейк-профитса, так, ауди-кат, ждем границ синих диапазонов, пока инструмент сюда не дошел, не трогаем, новозеландец-франк тоже внутри диапазона, не лезем, австралист-новозеландец болтается, пока внизу диапазона, ждем выхода за его границ, не трогаем, еврокат, если будет ломаться в ланге, присматриваемся к покупкам на пробой 21-22-23-го года, пока этого слома нет, если улетит сюда без вас, в этой зоне сетка лимитных продаж, шаг не менее 1000, инструмент залетный, евро-франк, та же самая история, есть цель, площадка, был слом, те, кто цеплялся, молодцы, те, кто не цеплялся, не очень, так, евро-ауди, ждем границ синих прямоугольников, примерные следы сделок прошлого года показаны у меня на графике, давайте посмотрим ответы на вопрос на ютуб канале по вчерашнему видео, гениально, евро-доллар, отработка по сценарию, да, спасибо, угадал случайно, так, евро, спасибо за обзор, можем вопрос, можете ли вы лично говорить, что открыли, сами отложили, отложили, что я что-то отложил с ценами, какие сделки, вести, три дунишек за ручку, уважаемая Галина, лайф, лайф, водить за ручку, я одну даму вожу за ручку в садик, но, пожалуй, другая рука у меня греется при этом в куртке, поэтому водить всех у меня не получится, у нас есть закрытый телеграм-чат, где я периодически сигналю, это бывает не часто, вот, но иногда метко, в принципе, это все, чем я могу вам помочь, кто такие маркет-мейкеры, я сам не знаю, просто все про них говорят, поэтому я тоже так говорю, шеф, спасибо за обзор, если сшартить иену, то куда ставить тейк-профит, классный вопрос, нету такого места сейчас на графике, так, и Джуви, и Джуви какой-то, Андрей, вы ничего не понимаете, как сводятся ордера, зачем что-то вот думать, кому интересно, сами смогут почитать, уважаемый, вот, непонятный человек, когда я вчера ржал по поводу сведения ордеров, я ни в коем случае никого не хотел чему-то научить, я прекрасно знаю, как это делается, а еще я знаю, что люди, которые в этом понимают, они, к сожалению, денег не зарабатывают. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации, есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям, есть почта для связи, которую я не читаю, есть открытие телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами, но что-то давненько уже не наполнял, надо заняться, есть телеграм-чат, где мы общаемся по трейдингам 24 на 7, ребята предлагают торговые идеи, обсуждают в чужие торговые идеи, обмениваются индикаторами, софтом и так далее, книжками даже, кстати, интересными. Напоминаю, что с ИнстаФорекс у меня заключена уникальная партнерская программа, если вы пройдете по этой ссылке и откроете счет компании ИнстаФорекс, то вы можете попасть либо в рай, либо в ад, либо в мою партнерскую группу обязательно. И в этой группе, друзья мои, у нас есть закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня, такие как вчера по евро-доллару. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все, понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока! Форекс.